Дорогие друзья, добрый день, уважаемые коллеги. Я рад вас приветствовать на новом вебинаре компании Директ Медиа у нас в Директ Академии. В Москве прекрасный, я бы даже сказал, летний день. Один из последних дней. Мы сегодня с вами будем заниматься книгообеспеченностью. И наша сегодняшняя тема – книгообеспеченность 2018 в университетской библиотеке онлайн. Рекомендательный сервис ВБС. Но перед тем, как приступить, как всегда, несколько слов вводных. Во-первых, я бы хотел вас познакомить с теми ссылками, которые находятся в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на наше расписание. Расписание – это главная страница нашего сайта. И в расписании вы можете зарегистрироваться на любой вебинар, который пройдет в этом году, вплоть до июня месяца 2019 года. Запись этого вебинара ведется, и через несколько дней она будет расположена на нашем видеоканале на YouTube. Это вторая ссылка. По этой ссылке вы можете ознакомиться с записями всех наших вебинаров. Их уже более 320 на нашем канале в YouTube. Третья ссылка – это ссылка на наши онлайн-курсы. Приходите на онлайн-курсы, обучаться к нам. И четвертая ссылка ведет на страницу, где показано, как приобрести сертификат после прохождения нашего вебинара. С ссылками все. Все. Теперь еще три ссылки. Одну минутку. Как всегда, я в начале вебинара делаю анонс трех вебинаров, которые состоятся в ближайшее время. Следующие два вебинара, так уж сложилось, проведут наши коллеги из Минска, из Беларуси. Это Владимир Наумов. 24 числа в понедельник проведет вебинар «Как управлять успешным учением. Возможное и реальное». Владимир, если кто-то не знает, это прекрасный специалист, можно сказать, даже гуру из области онлайн-педагогики, который совмещает хорошие теоретические знания и идеи с прекрасной практикой. Второй вебинар от Минска 25 сентября, во вторник, проведет Виталий Цигельный. И будет он называться «Способы работы с массовым видеоконтентом в онлайн-обучении». Я примерно знаком с этой работой, замечательные идеи в ней заложены. Вебинар может помочь тем, кто много работает с учебным видеоконтентом. Что с ним делать, когда единиц этого контента скапливается несколько тысяч, и надо оперативно управлять этим массивом учебной информации. Ну и, наконец, 26 в среду у нас в гостях снова Марина Орешко со своим циклом вебинаров, треком вебинаров, который, как напоминаю, в этом году составит 15 вебинаров. Марина у нас была недавно, но вот сейчас снова. И второй ее вебинар из трека будет называться «Онлайн-сервисы для совместной работы с читателями». Марина не буду представлять, всем вам практически она хорошо известна. Приходите, у нее всегда интересно, о чем бы она ни делала вебинар. Поэтому приглашаю на ее вебинар. Ну вот и все. Все введения. Сейчас давайте я перейду к своей основной теме, ради которой вы сегодня, собственно, и собрались. Итак, на прошлом нашем вебинаре, который вел я, мы говорили, напомню, что в сентябре и в октябре я веду вебинары, посвященные продуктам компании Директ Медиа. То есть наши внутренние, как мы их называем, продуктовые вебинары. Вот сегодня мы продолжим говорить об нашем основном продукте, университетской библиотеке онлайн. И если в прошлый раз мы говорили о сервисах библиотекаря внутри университетской библиотеки онлайн, то если вы помните, я там сказал, что про книгообеспеченность, это один из этих сервисов, мы расскажем на специальном вебинаре. Вот сегодня как раз проходит этот вебинар, и мы, по сути дела, продолжим ту работу, которую начали на предыдущем вебинаре. Вот наш краткий план пути обеспечения книгообеспеченности. Новый дизайн у нас с 2018 года, с лета 2018 года, новый дизайн этого сервиса. Он гораздо проще, и, наверное, вот в этом основная новость сегодняшнего вебинара. Расскажу об общем интерфейсе сервиса. Дальше будет такая небольшая пошаговая инструкция, как поступать, что делать в этом сервисе. Расскажу о добавлении книг в сервис посредством внутреннего поиска книгообеспеченности. Расскажу, как в этом сервисе проводятся рекомендации вузов, и какие изменения произошли здесь. Ну и, наконец, покажу, как создавать собственную сетку дисциплин и направлений. Ну вот, вот такой вот план, по нему мы, собственно, и пойдем. Несколько вводных слов о том, что после отмены приказа в 2014 году, 1953, кто-то еще помнит, наверное, был такой приказ, и с появлением приказа 1651 в 2016 году книга обеспечена, и стала ключевой отчетной формой библиотеки. Вот выдержка, библиотечный фонд должен быть укомплектован изданиями основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин. Делать это можно различным способом. Один из способов это через ЭБС, через электронную библиотечную систему. Традиционный способ создания книгообеспеченности заключается в том, что РПД заполняется как преподавателями, то есть снизу, так и отделами комплектования библиотеки сверху. И при этом каждая книга подразумевает отдельную транзакцию. То есть по поводу каждой книги надо обеспокоиться, каким-то образом ее где-то найти, либо закупить, либо достовериться, что она есть, ввести ее в АБИС или в какую-то другую систему. В общем, это решение надо принимать по каждой отдельной книге и с каждой книгой проводить такие операции. Это ведет к неизбежным ограничениям финансовым, время сотрудников, тратятся ресурсы, необходимо убедиться в наличии на рынке, наличии в книжном фонде и так далее. Мы предлагаем немножко другую форму, такой инновационный путь. С помощью рекомендательного сервиса книги для РПД могут быть подобраны за счет одной только АБС. Ну, я понимаю, что, может быть, это немножко смелое утверждение, что за счет одной только АБС, но в первом приближении, по крайней мере. При этом необходимо, чтобы АБС обладала фондом достаточным для закрытия большинства дисциплин. АБС при этом должна использовать, чтобы не было вот тех одержек, о которых я говорил, должна использовать рекомендательную информацию из любых источников. Ну и выгрузка данных. Так, ну третий пункт, ладно, он такой. Немножко в стороне, не буду его. Воспроизводить здесь. Итак, теперь перейдем к, собственно, нашему сервису книгообеспеченности, чем он отличается от предыдущего и как он теперь выглядит. Для захода в этот сервис, напоминаю, как и вообще в личный кабинет библиотекаря, нажимаем на вот этот вот маленький треугольничек и в выпадающем меню выбираем «Мой ВУЗ». В выпадающем меню выбираем «Мой ВУЗ». Это первое. Автоматически открывается вкладка «Мой ВУЗ» и в ней выбираем, в меню этой вкладки, выбираем «Книгообеспеченность». После этого система производит перенаправление на страницу книгообеспеченности. Вот эта страница теперь выглядит так, гораздо проще, чем выглядела раньше. По поводу каждой из этих областей отдельно сейчас поговорим. Пока просто вот такой вот внешний вид, который заключается в том, что три внешних уровня иерархии, укрепленная группа дисциплин, ступень, бакалавриат, либо магистратура и конкретная дисциплина выведены вот в такой вот список, в три списка, которые можно регулировать, дополнять каким-то образом, изменять. А, собственно, все книги находятся вот здесь, в одноуровневом списке. То есть мы ушли от многоуровневого списка, который раньше у нас был, и пришли к трем спискам и к одноуровневому списку книг. Ну, теперь давайте рассмотрим интерфейс более подробно. 1, 2 и 3 на этом скриншоте. Это уровни, верхние уровни книгообеспеченности. Самые первые – это уровень УГС, укрепленных групп специальностей и направлений подготовки. И в нем можно либо выбрать одну из 57, если не изменяет память, или 59 УГСН, либо добавить свою какую-то в верхнюю иерархию и уже внутри нее что-то делать. Второй пункт. Здесь можно выбрать либо бакалавриат, либо магистратуру. В редких случаях специалитет. Ну, и в-третьих, наконец, это список дисциплин. Обращаю ваше внимание, что если вы задаете один из стандартных УГСН, вот из этих 57 или 59, то второй и третий список у вас уже заполнены. То есть, во втором списке будет бакалавриат и магистратура, в третьем списке будут те дисциплины, которые соответствуют данному УГСН. Откуда мы их берем? Мы их берем из описания, из стандарта третьего поколения, где еще были составы дисциплин. Вот опираясь на это, мы эти дисциплины сюда и помещаем. Состав этих дисциплин можно дополнять, объединять, переименовывать и так далее. С чем я потом вас и познакомлю. У каждого из этих уровней есть вот такие группы, при помощи которых можно управлять данными уровнями. По плюсу можно добавлять любой элемент в эту группу. По вот этому второму стрелочке вниз можно сгружать все списки книг. Вот здесь вот, например, написано, что 888 книг находятся в этом верхнем уровне математика и механика. Ну и по третьей кнопке с изображением мусорного бака можно просто удалять весь уровень. В данном случае всю математику и механику. То же самое можно делать и с вторым уровнем. Например, к бакалавриату и забыл слово мастерс, да? Добавить еще какой-то свой какой-то свой уровень. Например, специалитет или аспирантуру или что-то еще. Ну и, наконец, на последнем уровне здесь наиболее обширный список действий. Мы о нем отдельно поговорим. Можно не только добавлять, убирать, но и переименовывать, объединять и так далее. Переносить в другие группы и так далее. В шестой вот этот пункт это переключатель список книг или поиск. Кто помнит нашу старую реализацию книгообеспеченности, у нас поиск открывался в отдельном окне и это был такой особый механизм, после которого приходилось возвращаться в предыдущее окно. В данном случае у нас реализовано это в виде переключателя. Мы сначала попадаем по умолчанию в список книг, потом при необходимости переходим в поиск книгообеспеченности и после этого снова возвращаемся к книгообеспеченности. пункт 7 это фильтр, при помощи которого можно временно отфильтровать вот этот состав книг, который здесь появляется. И наконец пункт 8 это собственно список книг, который состоит из списка книг основной литературы, списка книг дополнительной литературы и некого списка нераспределенной литературы, которые можно распределять по любым уровням. Да, вот так выглядит список книг. Он делится на три части. Эти три части либо уже за вас созданы, либо вы должны назначить книги в эти три группы, поделить их на основную, дополнительную и прочее. вот очень интересный для вас наверное пункт четыре будет. Это срок окончания действия договора внутри ЭБС на эту книгу. Здесь вы можете понять, каким образом будет происходить я не хотел бы сказать отток книг из ЭБС, потому что договоры по большей части продолжаются, но пролонгируется. Но тем вы можете знать, какие книги являются в зоне потенциальной опасности ухода из ЭБС. По этим книгам вы можете уточнить их состояние, уточнять их состояние, либо пользоваться, ну это не сервис, это скажем так некие дополнительные возможности по гарантированию присутствия ВБС на весь срок вашего договора. Здесь вот находится возле каждой книги находится элемент управления, который называется флажок, его можно взводить, и после этого, после того, как флажок взведен, возвращаясь на предыдущий уровень, вот здесь вот есть такой выбор, который называется действие. Это действие становится доступным, и для выбранных книг можно производить некоторые действия. Какие, расскажу чуть позже. Ну, теперь о том, как, собственно, наполнять книгообеспеченность, нечто вроде пошаговой инструкции. Первое, что мы делаем, это вот здесь из списка выбираем, добавляем нужный нам УГСН, нужные или, если говорить по одному, нужный нам УГСН, то есть укрупненную группу специальностей и направлений подготовки, выбираем из списка. Если нужно что-то свое, об этом отдельный разговор, я в конце вам расскажу и покажу. УГСН по умолчанию имеет две ступени, бакалавр и магистр, но можно добавлять свои ступени. Каждая ступень делится на дисциплины и те ступени, которые по умолчанию, бакалавр и магистр, они уже заполнены дисциплинами и дисциплины заполнены книгами. Откуда это берется и как это происходит. Как я уже говорил, дисциплины берутся из соответствующего стандарта, но стандарта предыдущего третьего стандарта. Что касается книг, то это такая комплексная работа, в основном этим занимаются наши библиографы вместе с таким полуавтоматическим я бы это назвал даже немножко искусственным интеллектом, то есть сначала автоматически производится добавление дисциплин на основе их содержания, анализа их содержания программного, а после этого этот список попадает к живым людям, к библиографам, которые уже распределяют эти книги ручным образом по дисциплинам. Вот таким образом производится первоначальное наполнение УГСНов. Как вы можете добавлять дисциплины дисциплины из вот этих трех пунктов первой так и назовем уровней второй и третий уровень дисциплины он самый подвижный потому что в каждом вузе дисциплины называется немножко по-разному вот и что-то объединено что-то наоборот разбито на много частей что-то вообще для этого вуза является уникальным и так далее поэтому для того чтобы управлять этим уровнем нужен дополнительный механизм вот механизм этих кнопок вот он такой добавить дисциплину плюсик точно так же как в любом другом уровне здесь вы просто пишите название произвольное название дисциплины и она появляется разумеется вновь добавленные дисциплины они являются пустыми их надо добавлять уже их книги надо добавлять уже самостоятельно дальше можно редактировать дисциплину в данном случае имеется ввиду что можно редактировать название дисциплины ну вот тут слово алгебра не особенно это изменишь но может быть можно как-то добавить алгебра 1 алгебра 2 не знаю вот иногда просто надо ввести небольшие изменения связанные с наименованием дисциплины конкретно вашем вузе третья кнопка это та же кнопка которая есть и на предыдущих уровнях это скачать список книг в формате excel в данном случае имеется ввиду что скачать все книги подходящие под дисциплину алгебра формат excel и открыть у себя на компьютере этот excel файл я всегда не не устаю повторять что у нас практически на в каждом сервисе есть одна или несколько кнопок для скачивания excel файлов когда есть возможность работать не с вебом а с офисными приложениями это надо делать потому что там гораздо больше способов фильтрации ранжирования управления редактированием и так далее другое дело что это можно делать только на конечном уровне когда уже надо готовить документацию назад из excel файлы не импортируется не экспортируете прошу прощения поэтому вот такая вещь есть но надо ей пользоваться тогда когда это надо следующие кнопки они уникальны именно для этого уровня для уровня дисциплины это объединить дисциплины в одну либо переместить дисциплину имеется ввиду по иерархии предыдущих предыдущих уровней то есть можно поместить ее из бакалавриата в магистратуру либо переместить вообще в другое УГСН на какой-то другой уровень и так далее ну а объединить две дисциплины это да в данном случае обратите внимание что речь идет о тех дисциплинах которые существуют поэтому они переходят объединяются или перемещаются вместе со всеми книгами которые в них назначены то есть если вы объединяете две дисциплины в одну то соответственно объединяется и весь состав книг которые которые в них входят перенос книг когда вы в списке в списке изданий выставляете галочки рядом галочки неправильно говорить правильно флажки выставляете флажки рядом с определенными книгами становится доступным вот эта вот ссылка которая называется действия эта ссылка вызывает выпадающее меню и в этом меню четыре пункта пометить как перенести в продублировать в и удалить из книга обеспеченности ну пункт удалить из книга обеспеченности самый простой это просто эти книги удаляются из этих строк и больше здесь не присутствует пункт пометить как означает что вы можете пометить книгу как ну вот здесь например она была основной литературой вы можете ее пометить как дополнительная литература она переходит в соответствующий список либо пометить как нераспределенная литература она эти два списка покидает и становится нераспределенным в третьем списке который в подвале располагается наконец вы можете эти книги перенести или продублировать в другую дисциплину, в другой уровень, например, с бакалавриата в магистратуру, в другую ГСН, то есть в любую другую ветку, созданную вами структурой. Здесь можно выделить сколько угодно файлов, то есть провести такую массовую операцию, что сильно упрощает работу с книгообеспеченностью. Перенос скопированных книг означает, выделенных точнее книг, означает вот это вот. Вот открывается такое окошко, здесь можно выбрать опять любую иерархию, из четырех иерархий выбрать любую, то есть три иерархии и плюс пометка, в какую литературу, в основную, в дополнительную или в нераспределенную. То есть можно переместить из любой части книгообеспеченности в любую другую часть, как бы сложна не была эта структура. Ну и абсолютно то же самое, книги можно либо перенести, то есть они пропадут в том месте, откуда вы их переносили, либо продублировать точно так же в любую из этих иерархий. Вот так вот. Окошко точно такое же, да, только здесь слово добавление книг. Эти книги добавляются вот в эту иерархию. Ну, разумеется, если они там уже, что-то из них и так уже там существует, то просто там дублирование не происходит, а просто этот пункт пропускается. Ну, все хорошо, первоначальное заполнение есть, но всегда возникает вопрос, что какие-то книги, которые нужны, там отсутствуют. В этом случае вы можете уже помимо той информации, которую имели наши библиографы, когда распределяли литературу, добавлять книги посредством поиска книгообеспеченности. Обращаю ваше внимание, что поиск у книгообеспеченности свой собственный поиск. Вот тут надо просто иметь в виду, что существует два разных поиска. Первый поиск – это, собственно, поиск, доступный всем пользователям, поиск по ЭБС. И второй поиск – это поиск внутри книгообеспеченности, который обладает своими собственными свойствами. Свойства у него такие, что издания этим поиском найдены, можно тут же распределить в книгообеспеченность посредством тех же самых механизмов, которые мы с вами сейчас рассмотрели. Для того, чтобы… Так, что-то у меня тут немножко один на другой зашел. Давайте я вернусь тогда, чтобы показать, где это происходит. Немножко нагромозились друг на друга два скриншота. Итак, вот, как я уже говорил, в пункте 6 есть две переключатели – список книг и поиск. Нажимая на поиск, мы переходим к поиску внутри книгообеспеченности. И вот теперь вернемся к этому скриншоту слегка покореженному. Вот это сверху, пожалуйста, не смотрите. Это кусок старого скриншота. Вот, начиная вот с этого момента. Давайте смотреть. В поиске мы набираем то, что нам надо. Это может быть автор, может быть часть названия, может быть ISBN. Вот. И здесь у нас два выбора. По умолчанию – искать в библиотеке. То есть искать там, где книги пока еще не были отобраны. Можно искать внутри книгообеспеченности, но это не так удобно. Хотя тоже можно, если вы знаете, что у вас книга уже внутри книгообеспеченности находится, но не помните, в какой веточке она находится, ее тоже можно найти поиском. Искать в библиотеке – это означает искать ВБС в той самой версии ВБС, то есть с теми самыми ограничениями, которые в вашей подписке есть, не по всей ВБС, включая недоступные книги, а только по доступным книгам. Вот. Ну и после этого поиска появляется выдача. В данном случае у меня выдача состоит из одной книги, а если у вас какое-то неточное слово, то здесь могут быть и сотни книг. И после этого здесь вы ставите флажок. И к этому флажку доступны те же самые действия. Добавить В. Добавить В означает, что вы можете добавить в любую иерархию вашу и сразу пометить эту книгу как основную, дополнительную, либо нераспределенную. Вот в данном случае я пометил, что книгу Андре Анго, это, кстати, моя любимая книга в студенческие годы, «Математика для электро- и радиоинженеров». Я ее распределил в математику и механику, в бакалавриат, в алгебру, но тут можно было ее не в алгебру кинуть, а куда-то в другое место, ну и в непомеченную литературу куда-то. После этого мы нажимаем на кнопку «Подтверждаю», и эта книжка, вот здесь я показал, она появляется в том списке, в котором раньше ее не было. Вот таков путь для наполнения книгообеспеченности. Во-первых, для дополнения того, что есть. Во-вторых, для тех дисциплин, которые вновь создали, и которые пустые, вот при помощи этого механизма они могут быть дополнены. Так, я вижу, у меня появился вопрос в вопросах. «Поиск книгообеспеченности есть по всему массиву доступных в УЗУ книг или только в рамках книг, приписанных к определенной УГС?» Нет, по всему массиву, именно потому, что приписанные они и так приписаны уже, вы их и так видите. А если у вас возникает необходимость добавить какую-то книжку, которая не приписана, вот, либо случайно приписана к другому, ну, не случайно, а может так случиться, приписана и к другому УГСН, да, то вы ее можете теперь поместить и туда, куда вам надо. Вот. Как я уже говорил, вот здесь две степени, два есть варианта поиска. «Искать книгообеспеченности» либо «Искать во всей библиотеке». Вот любой можете выбрать. И если вы точно знаете, что в книгообеспеченности эта книжка есть, вы можете использовать два механизма. Либо просто перенести, если вы точно помните, где она, да. Но если у вас и так уже тысячи книг в книгообеспеченности, то просто проще ее поискать там. Ну, или если вы не уверены, что она там есть, то можно воспользоваться вот этим вот «Искать в библиотеке». При этом может, конечно, получиться, что сюда попадет несколько лишних книг, особенно если вы не точно знаете автора или название очень приблизительно знаете, да. Ну, тогда уже придется вам вручную выбрать из этого списка то, что вам необходимо. Идем дальше. Рекомендации вузов. Вот тут я должен сделать некое отступление. В прошлой версии нашей книгообеспеченности мы применяли рекомендации вузов. Выглядели они вот примерно так. Зелененьким фоном было помечено, помечены книги, которые попали в книгообеспеченности других вузов. Мы использовали рекомендации 50 примерно вузов, наиболее рейтинговых российских вузов. Вот. Ну, у нас получилось так, что когда мы создавали новую книгообеспеченность, мы задумались над этим, что не всегда эти рекомендации вузов можно оттранслировать, что ли, да, правильно оттранслировать в те дисциплины, где это происходит. Сказывается то, что все-таки разные названия у дисциплин иногда даже интуитивно, то есть невозможно интуитивно понять, насколько они совпадают, эти дисциплины, в разных вузах. Вот. И пока временно это нововведение у нас отключено. Мы, наверное, его все-таки снова подключим, когда поймем, как его улучшить. Потому что идея-то очень хорошая. Заключается она в том, чтобы использовать коллективный разум вузовской системы для того, чтобы посоветовать вам какую-то книгу книгообеспеченности. Но пока это отключено. Когда будет подключено, наверное, вот точно так же зелененьким будет помечено или каким-то другим способом. Будет ли изменен ОГСН в связи с вводом новых в ГОС++? Не знаю. Честно вам скажу, не знаю. По контентному составу я задам этот вопрос нашим админам. Ну, видимо, если в стандарте будут происходить изменения на верхнем уровне ОГСН, то, конечно, и у нас это будет все тоже отрабатываться. Потому что если стандарт изменен, его надо каким-то образом изменять. Так, в вопросах что-то еще появилось. Возможно ли использоваться данного сервиса учреждением и СПО? Да, возможно. Возможно только. Да, вот в какой форме, мне надо определиться. Надежда Владимировна, вы знаете, мы собираемся, хотя у нас еще в нашей сетке вебинаров не обозначен специальный вебинар для СПО, мы собираемся его сделать. Когда он будет, не знаю, но мы его обязательно сделаем. И вот там я постараюсь ответить на ваш вопрос. Тогда я выясню все особенности СПО. Они, конечно, существуют. Все особенности СПО, в том числе и для книгообеспеченности тоже. Да, вот рекомендации вузов, они будут располагаться в файле, который вы копируете, то есть не только в веб-интерфейсе, но и отдельно. И даже сейчас, если вы копируете к себе Excel-файл, вы увидите, что колонка рекомендации осталась, но она пока пустая, то есть информация из нее удалена. А вот как только мы этот вопрос решим, тогда она снова появится. Кстати, если вы реально заинтересованы в этом вопросе, если вы уже работали и вам это помогало, либо вы хотите это иметь, ваше мнение будет иметь вес, если вы напишите в наш Helpdesk о том, что вам очень нужны рекомендации вузов, тем скорее они это сделают, потому что если есть некий массовый запрос, хотя бы не массовый, но появляющийся в нескольких экземплярах, мы рассматриваем эти нововведения или изменения как приоритетные. Поэтому, как мне вчера было озвучено от нашего отдела, который занимается разработкой, что пока мы это удалили, но если будет много запросов, мы обязательно назад это включим и будет это работать. Вот что касается рекомендаций вузов. Ну и наконец, собственную сетку дисциплин организовать очень просто, надо просто воспользоваться плюсиками в каждом из этих уровней. Вот я здесь создал такой смешной уровень, создал некое тестовое направление, в нем сделал уровень, которого не существовало, аспирантура, и в ней выделил несколько дисциплин, вот какие-то дисциплины, которые не существуют реально, но которые всегда можно придумать. Просто их руками написал, как есть, какие они нужны, и потом наполнил той литературой, которая у нас есть. В данном случае, литературу про кошек какую-то я нашел, и вот наполним. Вот так здесь показано, как создавать собственную сетку дисциплин, то есть то, что мы вам рекомендуем, это одно, а вы можете создавать совершенно свои и подчас неведомые нам иерархии, и заполнять их, как вам на душу вляжет. Можете, например, ввести, например, такой уровень, как книги для нашего ректора, и вывести по его интересам все книги в отдельную группу. Это уже не суть. Также есть такой момент. Если у вас есть некоторые книги, которые вы очень хотите видеть в Таши ЭБС, но их нет в книгообеспеченности, вы не можете их найти. Тут есть два пути. Можно поискать эти книги в тех книжных коллекциях, которые вы не приобрели, и, соответственно, доприобрести эти книжки, либо в режиме по книжным, если это допускает, это книжная коллекция, то есть если то издательство, которое предоставило нам эту книжную коллекцию, допускает по книжную покупку. Если нет, то можно приобрести всю коллекцию. Ну и, наконец, если книги нет, если учебника, издание. Если издания нет вообще в нашей ЭБС, даже в книжных коллекциях, вы можете список ваших предпочтений нам сюда написать, прямо вот скопировать копипейстом в это окошко, какие книжки вам нужны, и мы постараемся, мы рассмотрим обязательно вашу заявку и постараемся обеспечить необходимый контент в кратчайшие сроки, если это только возможно. Вот. Это что касается техник, которых у нас вообще нет в ЭБС. Ну и, да, какие направления улучшения сервиса были сделаны и... Ой, прошу прощения, я тут вчера не написал букву П, да? Надо будет исправить. Что мы делаем для того, чтобы улучшить сервис? Как я уже говорил, сервис книгообеспеченности основен на анализе РПД 50 лучших вузов. Несмотря на то, что рекомендации непосредственно не входят сейчас в рекомендации вузов, в книгообеспеченность напрямую, да, но они, конечно, мы их проанализировали, они учтены уже через... через мнение наших... наших сотрудников, которые занимаются книгообеспеченностью. Если вам нужна гарантированная система подписки по РПД или карте книгообеспеченности, то есть вы хотите, чтобы эти книги абсолютно точно не уходили из ЭБС, связывайтесь с менеджером в зависимости от вашего вуза, его объема договора и так далее. Это часто бывает возможным сделать. Ну и, наконец, я хотел бы сказать, что мы постоянно улучшаем первичные наполнения УГСН. Например, нераспределенную литературу переводим в распределенную, распределяем ее по дисциплинам, внутри дисциплин распределяем по основной и дополнительной литературе. Эта наполняемость постоянно возрастает. И это делается, как я уже говорил, средствами, двухуровневым средством. Первое, интеллектуальным машинным отбором. И потом этот отбор попадает к нашим библиографам, которые уже применяют весь свой опыт для того, чтобы распределить литературу наиболее точно по дисциплинам. Обращаю ваше внимание, что те таблицы УГСН, которые помещены в книгообеспеченность, они отражают тот объем ЭБС, который приобретен вами в соответствии с вашим договором. Если же вам нужны таблицы УГСН полные по тому, что у нас в библиотеке есть в соответствии с полным набором книг в библиотеке, то тогда есть несколько способов запросить таблицу УГСН в Excel напрямую у нашего менеджера, использовать тестовый доступ. Напоминаю, что когда вы в тестовом доступе находитесь, то есть еще не подключены, у вас подключены все абсолютные ресурсы, и вы можете наблюдать все это, в том числе у себя в книгообеспеченности. Ну и еще путь есть такой в подвале нашего сайта на главной странице есть вот этот вот пункт УГСН Аксо, и здесь можно провести поиск и найти то, что вам надо. Все, у нас сегодня был относительно короткий вебинар, вот, какие еще есть вопросы, я готов на них ответить прямо сейчас в режиме онлайна. Так, так что сейчас одну минутку у меня мотается вместо рабочей РПД, рабочей программой дисциплины. Коллеги, какие еще есть вопросы? Ну что ж, пока вы думаете, есть у вас еще вопросы или нет, я хотел бы сегодня у нас пятница, я хотел бы вам пожелать приятных выходных. Хотел бы также проинформировать, все время теряется связь с сервером. Ну вот, я надеюсь, что это не у всех происходило, но вот, к сожалению, вебинар это такая система, которая не гарантирует 100% связи, это интернет, а интернет может и скакать. Хотел бы вас проинформировать, что Директ Академия завтра в субботу примет участие в Вики-конференции, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Вот, и видеорепортаж об этом событии Википедия разместит на Ютьюбе, я вам потом дам ссылку. Вот, так как в прошлом году у нас Википедия активное участие принимала в работе Директ Академии, вот, как минимум 4 вебинара мы провели с ориентацией на Википедию, в этом году тоже постараемся. Вот, вот такое у нас будет событие. Тем, кто поздно подключился, я напоминаю, что у нас, вот, если в самое начало чата пройдете, есть ссылочка номер 2 на наш видеоканал на Ютьюбе. На нем обязательно появится запись сегодняшнего вебинара через несколько дней. Если очень надо, могу сделать, нет, сегодня не обещаю, может не успеть конвертироваться в вебинар, потому что не всегда это быстро происходит. Это тоже зависит от вебинарной системы, но как только пройдет конвертация, я его помещу на наш портал, в видеоканал в Ютьюбе. Вот, ну что ж, коллеги, раз больше вопросов нет, желаю вам всего хорошего, хорошо провести выходные, а в понедельник со свежими силами проходите на наши вебинары в Директ Академии. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok